И сейчас мы возвращаемся в Пулково. Там находится наш корреспондент Кристина Орлова. Она сегодня посмотрела, смогут ли улететь те пассажиры, у которых были билеты на рейс номер 31 в Домодедово. Кристина, здравствуй. Ну что сейчас творится в Пулково? Нет случайно пассажиров, которые бегают в поисках своего самолета. Приветствую тебя, Юля. Только что мы были в аэропорту Пулково. Я отмечу, рейс до Москвы в 15.15 действительно отменен. У кассы Трансайра стоит несколько десятков человек. Все они отмечают, что их никто не предупредил, что рейс не состоится. И зато отметили в компании Трансайра, что эту перевозку будет выполнять аэрофлот, но рейс состоится только завтра. Я отмечу, среди пассажиров есть и люди с маленькими детьми, 5 и 6 лет. Две семьи сегодня должны были улететь в Якутск. И этот рейс до Москвы должен был быть пересадочным. Люди не петербуржцы и ночевать им негде. На их просьбу о компенсации неудобств в офисе Трансайра отметили, что они не обязаны это делать. И, собственно, ничего они предоставлять им не собираются. Но я отмечу, что по законодательству людям должны предоставить гостиницу и бесплатное питание. Мы сейчас связываемся с пресс-службой, авиакомпанией, однако до сих пор комментариев на этот счет не получили. Юля. Спасибо. Из аэропорта Пулково всю самую последнюю информацию о вылетах рассказала моя коллега Кристина Орлова. Она узнала, как на самом деле это происходит. Будьте внимательны, кстати. На понедельник снова отменены рейсы Трансайра. Сразу 55. И, по идее, вместо Трансайра должны пассажиры улететь другими рейсами. Ну и как это происходит, спросим у пресс-секретаря авиакомпании Аэрофлот Максима Фетисова. Он выходит на прямую связь со студией Лайв-78 по телефону из Москвы. Максим, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как организовано сейчас перераспределение рейсов? Добрый день. На самом деле рейсы не перераспределяются. Компания Трансайра отменяет рейсы. На сегодняшний день это более 50, на завтра более 55. В основном это внутрироссийские рейсы по территории Российской Федерации. Есть и международные. Пассажиры отмененных рейсов пересаживаются на рейсы авиакомпании. Группы компаний Аэрофлот. В частности, на Аэрофлот в том числе. И также в перевозке задействованы и другие российские авиакомпании. Но большая часть пассажиров все-таки переводится к Аэрофлотам и нашими зачерними предприятиями. Ну а кто решает, кто какими самолетами полетит? Ну вот, например, есть ситуации, когда действительно стыковочные рейсы, маленькие дети. Такие ситуации, я так понимаю, не учитываются? Нет, на самом деле это все учитывается. И стыковочные рейсы в том числе. Соответственно, по отменам рейсов принимаются решения на штабе. В ежедневном режиме у нас по утрам проходит штаб, в котором принимают участие менеджмент авиакомпании Аэрофлот и менеджмент авиакомпании Трансэра. После штаба принимается возможная отмена рейсов и отмена рейсов авиакомпании Трансэра, исходя из загрузки этих рейсов. Мы смотрим на загрузку рейсов Трансэра и смотрим на загрузку рейсов авиакомпании Аэрофлот и наших дочерних предприятий. И смотрим, какое количество пассажиров можем перевезти на наших рейсах. Если мы понимаем то, что то количество рейсов, ну, к примеру, 50, мы можем перераспределить на наших направлениях, на наших рейсах, мы отменяем именно это количество рейсов. Не более, не менее. То есть вы можете пообещать, что все 100% пассажиров, они улетят так или иначе? Да, пассажиры будут перевозиться до 15 декабря включительно. Пассажиры с билетами после 15 декабря эти билеты будут аннулированы, и пассажиры получат полностью те деньги, которые затратили на приобретение билетов. Спасибо. Максим Петисов, пресс-секретарь компании Аэрофлот, был на прямой связи со студией по телефону. Сергей, добрый день. Я знаю, что вы купили билет до Нью-Йорка, хотели провести там рождественские каникулы. Ну, как сейчас обстоит дела, какие ваши действия? Алло, добрый день. Меня слышно, да? Да, Сергей, мы вас слышим. Расскажите, как у вас складывается ситуация. Ситуация пока, честно говоря, никак не складывается. Следуя инструкциям, мы подали на сайте заявку. Это было больше недели назад. Никаких ответных письм, звонков, впрочем, мы не получали, деньги не возвращались. Вот, честно говоря, пока еще не звонили, там в офисе трансфайра и прочее. Ну, ждем. А вы уже смотрели, рассматривали такой вариант, что если вы сейчас действительно сдадите эти билеты и вам вернут пусть даже 100% стоимости, вы сможете сейчас приобрести новые билеты на эти деньги? Или когда вы покупали их? Да нет, конечно. Нет, конечно. Купал я их в августе. В августе. Ну, они достаточно дешевые были даже по среднему тарифу. Вот. Но если брать примерный тариф где-то вот из Санкт-Петербурга, порядка там 25 тысяч стоит перелет до Нью-Йорка и обратно, то сейчас на Новый год, конечно, этих билетов нет. Там стоимость, я не знаю, я не побоюсь сказать 45-50 тысяч. Ничего себе. То есть, конечно, мы уже в Нью-Йорк не летим. Это уже точно. Вы, то есть, пришлось отменить вот эти вот самые каникулы, которые вы планировали, да? Нет, ну, каникулы остались. Пришлось сменить каникулы в Нью-Йорке. Придется думать о каких-то там других направлениях. Но, к сожалению, сейчас уже немножко поздно смотреть билеты на Новый год, потому что, честно говоря, уже хорошие-то все даты разобраны хорошей тарифом. Да, действительно, такая ситуация. Спасибо. Пассажир трансаэра Сергей Минеев был на связи со студией. Но не только петербуржцы страдают сейчас от прекращения полета в трансаэра. Рейсы, как мы знаем, отменяют по всей стране и внутри России, и международные из Москвы. К нам на связь выходит еще один пассажир, который пока не смог улететь. Владимир Ерошкин. Владимир, здравствуйте. Насколько я знаю, у вас ситуация несколько сложнее. Расскажите, пожалуйста. О. Да. Владимир, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, пишите свою ситуацию. Вы уже пишете трансаэра даже до судебной претензии, насколько я знаю. Да, до судебной претензии пишется, но на текущий момент ответа на них так и не поступало. Прошло уже больше недели. Билеты в злачастную компанию были куплены мной 17 июля по цене 46 тысяч рублей. После чего в октябре месяце я узнал, что моего перелета не будет. Перелет должен был состояться 16 декабря из Москвы до Бангкока. Обратное возвращение 11 января. То есть трансаэра никаким образом не комментирует сложившуюся ситуацию. На связь, на письма не отвечает о статусе возврата денежных средств. Также пришлось, в связи с тем, что у меня были забронированы уже все внутренние перелеты по Королевству Таиланд. И также оплачены все гостиницы. Пришлось в срочном порядке искать более-менее подходящие варианты на перелет. Соответственно, были куплены новые билеты по цене 49 тысяч. Сколько получилось вы потеряли на это и всей перипетии? То есть, ну, первоначально 46, по-моему, 100 был первоначально оплаченный билет трансаэра. Ну и, соответственно, сейчас еще заплатил за перелет 49. Ну, то есть, я понимаю, что ваши каникулы, к счастью, не оказались под угрозой. У вас все состоится. Приятных вам, кстати, каникул. Но, тем не менее, вы будете как-то решать эту ситуацию, обращаться в суд и прочее? Ну, на текущий момент я выжидаю 15 дней, положенные по законодательству. После чего будет, соответственно, данное митрия будет передано юристам. И пусть они уже работают. Спасибо. По телефону из Москвы с нами на связи был Владимир Ерошкин. Ну, а что делать, когда твой отпуск срывается? Мы поговорим с заместителем председателя Северо-Западного клуба защиты прав туристов Михаилом Житнухиным. Михаил, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что произошло, как транс-аэро и русские туристы завязаны? Ну, завязаны они вполне логично, поскольку путешествие состоит не только из проживания в гостинице, а оно состоит в том числе из авиационной перевозки. Так вот, эту авиационную перевозку для российских туристов в основном выполняла компания «Транс-аэро». В частности, один из крупнейших российских туроператоров «Библиоглобус», он полностью осуществлял перевозку своих туристов на самолетах компании «Транс-аэро». Но путевки же продаются на много месяцев вперед. Да. Так мы сейчас имеем такую ситуацию, что на много месяцев вперед были запланированы путешествиями, где в качестве перевозчика выступала компания «Транс-аэро». И как теперь действует компания? Ну, действия туристов я прокомментировал. Давайте туристов, да, в первую очередь. Ну вот, заявление об отмене рейса? Об отмене, либо о возможности его осуществления. Вот в настоящее время подобные заявления... Ну, подождите, они же появляются всего лишь за два дня до вылета? Нет, это имеется в виду регулярные авиационные перевозки. А здесь речь идет в первую очередь о чартерной перевозке. Здесь ситуация немного иная. В частности, компания «Аэрофлот Транс-аэро» и «Библиоглобус» уже договорились в настоящее время также осуществить перевозку своих туристов по 15 декабря. Но это только туристы «Библиоглобуса», поскольку в отношении других туроператоров никакой подобной информации до сих пор не поступало. Вообще большой вопрос, да, и по «Транс-аэро» относительно туризма, и относительно в целом рынка, который сейчас складывается, из которого уходит такой крупный авиаперевозчик. Давайте вернемся к коллегу Буленкову, вице-президенту профсоюза летного состава России.